Речь сегодня пойдет о том, что вроде бы как Крым самостоятельно принял решение отделиться от Украины и о том, как там проводился референдум. Ведь до сих пор большинство приверженцев Путина утверждают, что это был не вооруженный захват, а обычные волеизъявления крымчан. Первый, народ Крыма единодушно поддержал воссоединение, вышел на улицы. Правоохранительные органы Крыма полностью поддержали. И самое главное, в Крыму была законная легитимная власть, которая встала на сторону народа. Так вот, видео номер один. Обратите внимание на последнюю медаль вот этого паренька. Медаль вот за отвагу, это за Украину. Вот это за службу на Кавказе, ну что я в Чечне служил. А это вот первая кампания за присвоение Крыма, что Крым России снова присвоили. Как видите, медаль за захват Крыма действительно существует. И датирована она 20 февраля 2014 года. Янукович, как известно, покинул Украину 26 февраля. То есть Россия начала операцию по захвату Крыма за 6 дней до того, как в Украине якобы устранили Януковича. Хотя его вывезли сотрудники ФСБ. И не факт, что это был один из этапов захвата Крыма. А если еще учесть то, что для проведения подобной операции нужно как минимум 1-2 месяца на подготовку и составление плана, то можно смело делать вывод, что Россия начала операцию по захвату Крыма приблизительно в декабре 2013 года. Тогда именно началось планирование этой операции. Теперь давайте поговорим о том, что крымчане будто бы сами решили все. И это было их волеизъявлением. И никто их под дулом автомата никуда не водил. Вот что об этом говорит непосредственный участник, один из лидеров захвата Крыма. Гиркин, он же Стрелков. Николай, вы в Крыму-то когда были? Я там был 16 марта на референдуме. А я был в Крыму. С 21 февраля. И вы знаете, то, что вы мне рассказываете, ну вот просто абсолютная чушь. Я не увидел, к сожалению, никакой поддержки органов государственной власти в Симферополе, где я конкретно находился. Не увидел. Не было ее. Депутатов собирали ополченцы, чтобы загнать их в зал, чтобы они приняли. Чего уж там говорить-то. Да, я был одним из командиров этих ополченцев. Я это все видел изнутри, собственными глазами. Про армию вообще не говорю про украинскую. Армия как подчинялась Киеву, так и продолжала подчиняться. И более того, большая часть подразделений в итоге осталась верна Киеву. И вышла с территории Крыма. Тут, я думаю, все понятно даже самому тупому человеку и не нуждается в объяснениях. Хотя для особо упоротых все же скажу. Нападение России на Украину началось в феврале 2014 года. И началось все не с 8 лет Домбили Бомбас, а именно с того, что Россия захватила Крым.